МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народные новости в студии Татьяна Бажанова. Здравствуйте. В начале выпуска его главные темы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С победителями грантовых конкурсов и проектов платформы «Россия – страна возможностей» прошел открытый диалог по механике игры дебатов упражнения Джеффа. Какие темы были в центре внимания, знают Ольга Данилова и Сергей Соколов. Рядом с чашками и столовыми приборами цветные карточки для упражнения Джеффа. В этот раз бизнес-завтрак прошел по механике игры дебатов. Правила просты. Сначала озвучивают тезис, затем участники выбирают карточку нужного цвета, выражая свое согласие или наоборот. Встречу приурочили и ко дню российского студенчества. Я искренне считаю, что праздник молодости задора, сданных и не сданных экзаменов, потом перезданных, может быть, первых серьезных отношений, поиска себя, определения и пути в жизни. Хороший праздник. Мы его всегда праздновали, даже если он был неофициальным. А сегодня мы бы хотели поговорить с вами о смыслах, о том, что волнует именно вас. Именно поговорить. Первой темой для обсуждения стала инфраструктура. Участники размышляли, стоит ли делать студенческие пространства на базе образовательных организаций, доступными для всех жителей региона. Основная часть высказалась «за». Других смутил вопрос безопасности. Но в целом, по мнению участников, это поможет привлечь абитуриентов и создавать новые проекты. Абитуриенты видят, как мы можем прийти в университете, что у нас интересно, что у нас много чего интересного, и у нас есть чем учиться. И таким образом мы привлекаем абитуриентов, и наши студенты уже получат чему-то у опытных людей. Следующий тезис касался пушкинской карты. Участники в основном были за то, чтобы ею могли пользоваться до достижения 35 лет. Сейчас карта доступна с 14 до 22 лет. Во время дискуссии отметили, с появлением этой программы молодежь стала чаще ходить в театры, музеи и кино. Мне вот через год 22, я тоже не очень хочу терять такую возможность, бесплатно попадать на разные культурные объекты, особенно когда начинаешь посвящаться чуть больше, и появляется больше возможностей для путешествий, то есть какой-то свой бюджет уже есть, чтобы куда-то выехать. Соответственно, хочется пользоваться такими возможностями дальше. Также участники размышляли, стоит ли вузам расширять программу работы с иностранными студентами, обсудили и вопросы трудоустройства. Большинство пришли к выводу, что нет необходимости закреплять детские сады за отдельными факультетами и конкретными направлениями подготовки. Со школьницами уже можно начинать уроки про квалификацию, в принципе, однелась в шестую стране, а все-таки еще до школьного возраста ребята до конца не понимают всю жизнь, если грубо так сказать. И все-таки выбор профессии выходит в рамках школы. Поэтому, как говорится, дайте детям хорошего детства. Во время дискуссии участники не просто озвучивали свою точку зрения, но и вносили предложения, например, дать возможность посетить студенческую весну по Пушкинской карте. Студенты такой формат общения оценили. Общее впечатление от завтрака, наверное, положительные, приятные, такие домашние, наверное, потому что можно было поговорить о тех проблемах или, может быть, каких-то новшествах, которые нас сейчас, студенчество, в данный момент волнует. И было очень интересно то, что Артем Алексеевич ответил на все наши вопросы и задал даже свои. Считаю, что, безусловно, такие встречи проводить обязательно необходимо, поскольку студенты могут напрямую пообщаться с представителями власти и обсудить интересующие их вопросы. На бизнес-завтрак пригласили актив учащейся молодежи среди участников победителей грантовых конкурсов и проектов платформы «Россия – страна возможностей». Всего в прошлом году в конкурсах и проектах платформы одержал победу 231 представитель Мордовии. 23 проекта победили на Всероссийском конкурсе молодежных проектов от Росмолодежи. Ольга Данилова, Сергей Соколов, Народные новости. День студенчества отметили интересно и познавательно. 25 января Российское общество знаний организовало очередной просвидительский марафон под названием «Пространство знаний». Он прошел на базе мультимедийных студий общества сразу в нескольких городах страны. На площадке в Саранске о своем жизненном и профессиональном пути, а также важных социальных инициативах рассказали спикеры, люди, которые добились успеха в самых разных сферах. В числе слушателей были и Юлия Мамаева, и Станислав Семин. Увлекательные рассказы из первых уст, мощная мотивация для развития и поиска новых знаний. Именно в этом главная задумка очередного просвидительского марафона Всероссийского общества знания «Побудить молодежи желание раскрывать и реализовывать свои таланты». Первым гостем на площадке в Саранске стал известный спортсмен, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион России по мотогонкам на льду Максим Захаров. Он поделился своей историей успеха, рассказал свою роль в его становлении как личности, безусловно, сыграло то, что он родился в семье спортсменов. Папа был первым его тренером и главным наставником. С самого детства спорт воспитал во мне вот то, что вот достижение, то есть нельзя останавливаться на достигнутом, нужно идти вперед, нужно развивать себя, нужно достигать и, соответственно, делиться всем тем, как бы с людьми, которые находятся рядом. И что мотивировало? Ну, наверное, конечно же, семья, место силы именно здесь, в городе Саранске, то есть это моя родина, я здесь родился, вырос, именно это тоже придает мне силы. По время беседы Максим рассказал о своих ключевых достижениях, гонках, которые запомнились больше всего. Поделился счастлив, что сегодня спидвей в республике активно возрождается. Всем ребятам в день российского студенчества он пожелал не терять энтузиазма, всегда быть открытыми к чему-то новому и готовыми делать добро. С большим и глубоким удовольствием вспоминаю свои студенческие годы и по сегодняшний день, то есть я не перестаю учиться, потому что буквально недавно получил свое четвертое высшее образование и мне это очень нравится, вот этот процесс познавания и развития себя, поэтому настроение классное, то есть пришел поздравить, пришел рассказать историю своего жизненного пути и может быть кто-то узнает себя или кто-то возьмет пример для того, чтобы идти к своим целям. Слушателей марафон тоже впечатлил. Кстати, подобные события проходят на площадке мультимедийной студии «Общество знания» на постоянной основе. Я здесь был уже два раза, всегда были потрясающие мероприятия, великолепные люди, герои, великие спортсмены, все очень нравится всегда. Ты видишь все здесь и сейчас, ты можешь вживую ощутить ту атмосферу, которая происходит в студии. В общем-то, это очень удобно. Я считаю, что это уникальная возможность для всех студентов, особенно для студентов первого курса, которые только что поступили, они сдали первую сессию. Это замечательно, что у них есть такая возможность посмотреть на таких спикеров, которые рассказывают о новых возможностях, о новой самореализации. Кстати, в числе спикеров марафона были и сами студенты Мордовского педагогического университета, к примеру, Виктория Дорофеева рассказала о своем участии в гуманитарной миссии. На протяжении двух недель как сестра Милосердия она помогала ухаживать за ранеными в больнице города Мариуполь Донецкой Народной Республики. Туда она отправилась вместе с другими активистами молодой гвардии партии «Единая Россия». Я ни секунды не раздумывая, я сразу согласилась. И тогда у меня шла сессия, я даже не думала об этом, я только знала, что вот если мне позвонили, значит, моя помощь там нужна, значит, просто нужно ехать. Я поехала, меня поддерживали родные и близкие, потому что все понимают то, что сейчас нужна поддержка там. Просветительский марафон «Пространство знаний» длился несколько часов. Среди других спикеров были журналисты, авторы социально значимых инициатив, а также руководители инновационных предприятий. Юлия Мамаева, Станислав Семин, Народные новости. В Мордовском госуниверситете Татьянин день также не остался без внимания. Для огорёвцев в этот день по традиции организовали праздничный концерт, подвели итоги студенческих конкурсов, а также чествовали обладательниц имени Татьяна. На праздники побывали Анастасия Цилигина и Александр Овчинников. Зал ДКИ в МГУ имени Огорёва вновь распахнул свои двери для студентов, преподавателей и гостей. Повод для встречи весомый. Праздник в честь Дня российского студенчества. День студенчества – это праздник не только сегодняшних студентов, но и вообще всех людей, которые когда-либо заходили в стену университета. Поэтому всем хочу в этот день пожелать желание узнавать что-то новое, становиться лучше, ну и очень жду всегда инициатив наших студентов с тем, чтобы вместе их реализовывать. Огорёвцы – ребята креативные. Регулярно участвуют в различных конкурсах, представлениях, фестивалях. Проявляют инициативу по продвижению любимого МГУ как в родной республике, так и далеко за ее пределами. Итоги усердной работы студентов никогда не остаются без внимания. И сегодня актив был отмечен благодарностями. Также уже традиционно в этот день подводят итоги конкурса «Признание года». В этом году к привычным девяти номинациям добавилась еще одна – Организация культурно-творческой деятельности. Самый волнительный момент – объявление победителя в номинации «Абсолютное признание». Ведь это высшая награда конкурса. Сейчас у меня только восхищение, чувство гордости внутренней, чувство благодарности за то, что все мои труды вложены, оценили. Их, безусловно, было очень много. И, наверное, когда чуть-чуть пройдет времени, это получится ощутить уже в более полном форматном масштабе. А пока я просто очень счастлива, действительно, что мое студенчество, вот именно четвертый курс, завершается такой наградой. Вслед за поздравлениями ребят ждал праздничный концерт. На нем выступили солисты и творческие коллективы университета. Закончился праздник еще одним полюбившимся обычаем – разрезанием торта. Анастасия Целигина, Александр Овчинников. Народные новости. Донбасс-2022. Так называется фото-выставка фронтового корреспондента российской газеты Владимира Аносова. 25 января она открылась в Республиканском краеведческом музее имени Воронина. В экспозиции 60 работ. Снимки сделаны на передовой, а также в Мариуполе, Донецке, Волновахе, Лисичанске, Луганске и других уже российских городах. Кадры военкора с передовой уже увидели в Москве, Краснодаре, Сочи. И вот теперь в Саранске. Не только героизм военных, но и жизнь простых людей. Автор фотографий – фронтовой корреспондент Владимир Аносов. Он не раз был под пулями и снарядами украинских нацистов и всегда старался правдиво рассказать о боли и страданиях жителей Донбасса. О подвиге воинов нашей страны, которые с честью и доблестью, а иногда и ценой своей жизни, защищают нашу общую родину. Мы пытаемся донести картину, которая происходит сейчас на Донбассе, на новых территориях, для каждого жителя нашей страны, чтобы они почувствовали. Потому что фотографии очень хорошо показывают в моменте всю историю того, что происходит, всю боль, которая есть у жителей новых территорий, Донецкой области конкретно, или Дуганской области. Все проблематики, которые есть, все сложности, почему нужны наши войска, почему они освобождают. И цель, и миссия всей этой кампании, она понятна через эти фотографии. Может ознакомиться, посмотреть, они несут в себе очень такую нагрузку, психологическую очень сильную, эмоциональную нагрузку. На открытие выставки приехал и глава Мордовии Артем Сдунов. Он поблагодарил организаторов выставки за огромную проделанную работу. Сейчас это, как никогда, нужно людям. Это правда, это беспристрастный взгляд, это справедливость. И радует то, что события не только про то, как нацисты разрушают мирную жизнь людей, но и как появляются первые ростки новой мирной жизни. Поэтому, ребята, внимательно смотрите. Правда, она вот в этих фотографиях. Автор выставки Владимир Аносов не смог приехать в Саранск на открытие экспозиции. Он записал видеообращение. Почти полгода я находился в зоне специально-военной операции. В Новосибирске представлена лишь малая часть фотографий. Из того массива 2 терабайта, которые я снял во время работы на Донбассе. Мы отобрали самые щадящие снимки. Но и по ним можно понять, насколько тяжело и трудно сейчас нашим воинам и нашим новым соотечественникам, которые живут в присоединенных регионах России. Насколько нужна наша моральная поддержка. Мне очень важно, чтобы мои фотографии увидели не только представители старших грей, но и молодежь. Чтобы они поняли во имя чего идет тяжелая битва. На выставке побывали и те, кто приехал в Мордовию из зоны проведения специальной военной операции. Они свидетельствуют. Автор показал правду. Это действительно старики у подъезда, которые на костре пытаются себе приготовить какую-то еду. Это дети, которые играются москолками от мин. У нас все это было. Мои дети этим игрались. Это и страшно. Хотелось бы, чтобы это быстрее прекратилось. Сейчас автор выставки Владимир Аносов готовится к очередной командировке в зону проведения специальной военной операции. А значит, героическая летопись подвига народа и воинов России продолжится. Вячеслав Кузьменко. Народные новости. Импортозамещение в стране и республике набирает обороты. Все больше предприятий Мордовии выпускают продукцию, которая раньше поставлялась из-за рубежа. Благодаря поддержке государства даже небольшие компании готовы потеснить иностранных конкурентов. Одно из таких производств расположилось в Розаевском районе. С подробностями Руслан Совойский и Станислав Семин. Предприятие с озвученным названием «Руспромпродукт» наладило выпуск антисептиков и бытовой химии нового поколения. По качеству продукция не уступает зарубежным аналогам. Компания основана в 2020 году. Однако юный возраст не мешает строить амбициозные планы. А в производстве антисептических средств используются наночастицы драгоценного металла. Нам удалось создать уникальный продукт с помощью наших технологов-химиков. Ведущие технологи работали над его формулой. Основу, которая составляет изопропиловый спирт. Потом нанокомплекс серебра, наночастицы, которые сейчас признаны уже как самые лучшие дезинфектанты, и менее токсичные, и более действенные. Помощь государству и политика импортозамещения открыли перед коллективом серьезные перспективы. Особенно после ухода с рынка конкурентов из Европы и Соединенных Штатов Америки. Скоро компания перейдет на новый этап развития. Тут готовится к открытию третья по счету линия производства для выпуска смазывающих и охлаждающих жидкостей. В том числе для автомобильной промышленности. Весь процесс технологической цепочки на нашем производстве, начиная от оборудования, заканчивая сырьем, все отечественного производителя. Это говорит о том, что мы сейчас независимо от европейских поставщиков сырья и, соответственно, запасных частей для линии розлива. РУСПРОМПРОДУКТ может и дальше увеличивать объемы работы. Необходимый запас мощности есть. А значит, доля качественной и доступной импортозамещающей продукции из Мордовии на отечественном рынке будет только расти. Руслан Савойский, Станислав Семин. Народные новости. Розаевский район. В Мордовии работает программа по трудоустройству бывших заключенных. Предприятия республики предоставляют рабочие места и обеспечивают жильем тех, кто, отбыв срок наказания, выходит на свободу. Положительный опыт есть у Саранского завода «Станкостроитель». Подробности расскажут Вячеслав Кузьменко и Сергей Кувакин. Каждый имеет право на исправление. Совершив преступление и отбыв заслуженное наказание, гражданин должен вернуться в общество и стать его полноправным членом. Но сейчас жизнь меняется очень быстро, и зачастую, выйдя из мест лишения свободы, бывшему заключенному трудно приспособиться к новой для себя жизни. Заботу о таких людях должно взять на себя государство. В Мордовии работает программа по трудоустройству бывших заключенных. О ней в своем послании к государственному собранию говорил глава республики. Ежегодно из мест лишения свободы освобождается около 400 человек. И только 3%, заметьте, 3% находят в себе официальную работу. Остальных мы ставим на путь рецидива. Так или иначе. Вместе с Национальным объединением строителей при поддержке агентства стратегических инициатив организована профессиональная подготовка заключенных по строительным специальностям, соответствующие аттестации, чтобы в последующем они могли быть трудоустроены в строительном комплексе нашего региона. При этом УФСИН может также обучать и другим востребованным на рынке специальностям. Масштабированием этого проекта поручено заниматься социальному блоку правительства и региональному сервисному полномочному. Подключились и производственники. На предприятиях и в организациях республики есть вакансии не только для строителей. В настоящее время на заводе появились большие объемы работы и мы испытываем нужду в кадрах. В частности, в сварщиках, фрезеровщиках, расточниках. И поэтому мы принимаем всевозможные меры, чтобы обеспечить завод кадрами. На Саранском заводе станкостроитель сейчас работает Виталий Афонин. Меньше месяца назад он вышел на свободу из колонии, в которой отбывал длительные наказания. За это время общество ушло вперед и процесс социализации был бы непростым. Да и жизненная ситуация у мужчины сложная. Так получилось, что дома его никто не ждет. Коллектив саранских станкостроителей принял его в свою дружную семью. Когда я сидел, приехала администрация, губернатор, и предложила вариант работы, жилья. Все условия для дальнейшего проживания. Для таких, как я, место работы и жилье это не везде дают. Большое спасибо, конечно. Это путь в жизнь. Я на самом деле советую специалистов очень много, кто отбывает наказание. Так что мой совет – это один из хороших вариантов. Виталий – сварщик пятого разряда. Мужчина уже влился в коллектив. В цеху у него появились друзья. И у начальства работник на хорошем счету, потому что он настоящий мастер своего дела. Завод получил отличного специалиста, а Виталий – путевку в жизнь. Он зарекомендовал себя очень хорошо. То есть, когда он пришел к нам устраиваться, мы попросили его показать, как он варит. И вот с первого момента поняли, что у него очень хорошие вообще навыки в этой области. Обеспечил завод Виталия и жильем. Станкостроитель оплачивает ему квартиру. Ее выбирал сам Виталий. После смены он приходит домой и отдыхает, оттаивая душой. Новая жизнь постепенно налаживается. Вячеслав Кузьменко, Сергей Кувакин. Народные новости. Ситуация на дорогах Мордовии далека от идеальной. Аварии продолжают травмировать и уносить жизни людей. Обеспечение безопасности всех участников дорожного движения – одна из главных задач правоохранителей. 24 января в Министерстве внутренних дел по Мордовии состоялся брифинг, посвященный работе системы фото-видео фиксации правонарушений. С каждым годом машин на дорогах все больше, однако с увеличением автомобильного трафика растет и количество ДТП. Лучший способ их избежать соблюдения правил дорожного движения. Одних водителей от нарушений предостерегает здравый смысл, но от других – лишь опасение штрафа. Большую роль в этом процессе играет система фото-видео фиксации правонарушений. Сейчас в Мордовии стационарных комплексов 281. С их помощью фиксируется 10 видов правонарушений. Ну, такие как нарушение скоростного режима, пресечение стоп-лини на запрещающий сигнал светофора, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил применения ремней безопасности, нарушение правил пользования внешними световыми приборами, выезд на полосу, предназначенный для встречного движения, не соблюдение требований, приписанных дорожными знаками или дорожной разметкой, расположение транспортного средства на проезжей части, не предоставление преимуществ в движении пешеходам. Также в Мордовии работают 5 мобильных систем фото-видео фиксации нарушений ПДД. Такие комплексы используются там, где установка стационарных средств фото-видео фиксации правонарушений невозможна или затруднена по техническим причинам. Стоит отметить, что работа всех систем находится в ведении Центра организации дорожного движения. Одной из задач также является взаимодействие с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и осуществление мониторинга дорожной обстановки на автомобильных дорогах Республики. Данила Демин, Народные новости. 25 января на старте прошла официальная тренировка мотогонщиков в Мордовии. Ведь уже в эти выходные, 28 и 29 января в Саранске, состоится командный чемпионат и командный Кубок России. На месте событий побывали Валерия Новикова и Владимир Надькин. Заезд тренировочный, но всего через пару дней трибуну заполнит зрители, а спортсмены выйдут на лед, чтобы побороться за победу. Участниками соревнований станут семь команд, в том числе и представители нашей республики. Центр технических видов спорта имени Миндрова и мотоклуб Мордовия. Для последних это была первая тренировка. Трассы гонщики остались довольны. Сначала прошелся по нему ногами, посмотрел, прям трек очень хорошо сделан. А потом проехался, очень понравилось. А если сравнивать с чем он похож, то, скорее всего, на Вятские поляны. Но отличия есть. Это ширина поворота у нас немного больше. Это, конечно, лучше, потому что больше вариантов для обгона, можно сказать, пространства для себя больше. Кстати, в Вятских полянах воспитанники мотоклуба Мордовия участвовали в личном Кубке России. Данила Лушников занял девятое место и вошел в топ-10, показав неплохой результат. В последний раз я ездил на полуфинале чемпионата России на взрослом в Уфе. И после этого момента полтора месяца на мотоцикл вообще не садился. Так как заливал стадион, возможности потренироваться не было. Ребята, хотя из нашего клуба выезжали на юниорский чемпионат, две гонки проехали плюсом. Приехал и опять все как заново. Все как с чистого листа. Начал просто ездить, вкатываться. Было падение. Опять же настраивали мотоцикл. Важно отметить, что кроме самих соревнований для зрителей предусмотрена интересная программа. Ее совместно разработали Минспорт и Минкульт. Между каждого заезда мотогонщиков будет концертный номер от лучших коллективов республики. Кроме того, доступ на стадион открыт с 11 часов. Будет подготовлена и зона питания для зрителей. Все смогут угоститься и выпечкой, и шашлыками. То есть это будет настоящий спортивный праздник. Приобрести билеты на соревнования может каждый желающий в кассе стадиона или на сайте живуспортом.рф. Открыты продажи на 3000 человек на 28 января и на такое же количество зрителей на 29 января. Билеты продаются только на западную трибуну, так как этого требует техника безопасности. Валерия Новикова, Владимир Надькин. Народные новости. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Татьяна Бажанова. Оставайтесь на нашем канале. До встречи.